Довольно долго я считал, что самые странные игроки живут в Fallout 76. Они не только играют в эту игру, но еще и умудряются в ней веселиться. Но все поменялось, теперь игроки Fallout 76 абсолютно нормальные, адекватные люди. Ведь появились игроки Star Citizen. Эта игра еще даже толком не вышла и неизвестно когда это случится, а фанаты этого космосима уже удивляют весь мир. Начиная с того, что они донатят буквально тысячи долларов на корабли в несуществующей игре и заканчивая тем, что радуются бесполезным приблудам, которые получают за реальные деньги. Недавно платные подписчики Star Citizen, которые, напоминаю, до сих пор находятся в состоянии сырой альфы, получили пистолет, который не наносит урона, является бесполезной игрушкой, но игроки от него в восторге. Нет, все именно так. Игроки Star Citizen, которые ежемесячно скидывают от 10 до 20 долларов Крису Робертсу за обещание, хайпуют на игрушечном пистолете. Ведь игрушка выглядит как настоящий пистолет, но его можно доставать в безопасных зонах, тем самым троллируя игроков. И на этом достоинства пистолета заканчиваются. Выстрелы из игрушки абсолютно безвредны, а космонавты на них никак не реагируют. Но игроки вовсю принялись придумывать, как это исправить, предлагая, например, чтобы липучки из пистолета оставались на броне и стеклах шлемов. То, что ради такой функции игру могут снова перенести на 5 лет, никого не смущает. Ай, уже привыкли. Складывается ощущение, что Star Citizen это не игра. Это площадка, где богатые люди могут фантазировать, как будут играть за эльфов, охрану дворца и злодея с возможностью грабить караваны. Дживатшат 5 лет ждут эту игру. Надо бы вообще собрать всю абсурдную инфу о Star Citizen и наконец-то понять, как вообще эта игра набирает свои ряды все новых и новых людей, и как они там разбираются и играют. А знаете, кстати, с чем новички точно могут разобраться? С дополнением World of Warcraft Shadowlands. Коднейм, понимаешь, проблема в том, что твои подростковые усики не будут выглядеть, как те усы, которые тебе нравятся. Они даже не будут похожи на мои усы. Они так выглядят только в своем воображении. Это просто будет выглядеть стрёмно. Это как ушапливчик моего, только в моем воображении выглядела, как красивая, натуральная, сбалансированная грудь. Снова игроки могут комфортно ознакомиться с легендарной MMORPG, не теряясь в кнопках и процессах. Shadowlands предлагает водную часть, где новички могут ознакомиться с основными механиками и с головой погрузиться в историю Азерота, участвуя в приключениях с миллионами других игроков. Лучшего момента погрузиться в World of Warcraft просто не придумать. Тем более, что всех и новичков, и опытных игроков ждет куча нового контента. Вам предстоит сделать шаг в Царство Мертвых и посетить целых пять новых зон, где души находят свое пристанище или наказание. А также, вам предстоит изучить вечный город Орибос и предстать перед богоподобным Арбитром. Новая система Ковенантов позволит вам присоединиться к сектам, решающих судьбу Темных Земель, обрести уникальные способности и проходить неповторимые задания масштабной кампании. А самые стойкие могут попытаться пройти Таргастер, постоянно меняющийся подземелье, которое можно проходить бесконечное количество раз в одиночку или в составе группы. Вдобавок, Shadowlands предлагает переработанную систему уровней и новые параметры внешности персонажа. Жми на мою ссылку в описании и перешагни грань в World of Warcraft Shadowlands. Ну, а теперь можно наливать напитки в банки, подписываться на канал, запомнить, что надо посмотреть целых 50 минут разбора восьмого поколения. Что? Что можно наливать напитки в банки? А, нет, я не смотрел на свою банку. А, ты на свою банку посмотрела. У тебя нету банки, у меня вот банка. Это тоже моя банка. Кусь. Я сейчас сказал, что это рюк. Не, это байонетта. Ну ладно, это твоя банка. Хотя у тебя банок еще вон куча стоит. Смотрение консолей, а также вступить в дискорд и группу ВК, сделать репост и оставить комментарий, ведь с вами был джать, и мы начинаем. Хороший бот, мертвый бот. World of Warcraft. У World of Warcraft сейчас две проблемы. Очереди на сервер и ботоводы. В последнее время ботоводов и мультибоксеров развелось ну очень много. Даже Близзард обратила на эту проблему взор и яро кидается банхаммерами налево и направо. И не мудрено. Недавно вот один игрок нашел крупнейшую ботоводческую ферму в Вове. Несколько сотен друидов один за одним отправляются в железные доки и другие подземелья Дренора, убивают там НПС, собирают выпавший с них лут и превращают его в золото, тем самым принося владельцу ботафермы тысячи и тысячи золотых монет. Такая огромная друидская армия почему-то оказалась незамеченной Близзард долгое время, что, конечно, навевает вопросы. Но там, где не справляются Близзард, справляются фанаты. Один игрок под ником ActionJesus решил дать бой ботоводам, уничтожая их с помощью зомбо-чумы. Дело в том, что недавно в World of Warcraft проходила Атака Нежити, уже классическое событие, навеянное феноменальным инцидентом порченной крови, о котором я уже давно рассказывал. Игроки могут превратиться в зомби и атаковать других игроков, чтобы они пополняли армию мертвецов. Этой возможностью и решил воспользоваться хитрый игрок, чтобы победить ботоводов. В виде зомби он путешествует по миру, находит бота и превращает его в зомби, полностью ломая его цепочку действий. Ведь когда боты умирают, они обычно просто бегут к своему телу, воскрешаются и зарабатывают ресурсы дальше. Но когда боты превращаются в зомби, они по факту не умерли, и вся линия поведения просто ломается. Зомби-то не могут добывать ресурсы. Понятное дело, что на такой кипиш приходят сами ботоводы, и начинают дикие срачи и споры с зомби, который заразил его работников. Если смотреть без контекста, то ситуация выходит до боли забавная. Самое смешное, что ботоводы зачем-то стараются убедить зомби, что боты это здорово и классно, они приносят много ресурсов, и ботоводы богаче, чем кто-либо вокруг. А потом начинают орать и материться, что зомби все испортил, и просто уходят, сокрушаясь на бесчеловечно-несправедливый мир. Нет, эта история про споры с зомби достойна фэнтези-книги в стиле Терри Пратчета. Между прочим, метод экшн-жизуса весьма неплох, и Близзард могла бы взять его на вооружение, чтобы бороться с ботоводами не только привычным Банхаммером. Красная комета, Файнал Фэнтези 14. В некоторые игровые серии лучше сильно не погружаться. Вот что станет с человеком, который пройдет абсолютно все части бесконечной Файнал Фэнтези? Станет ли он... Ему лицо передает все эмоции, которые должны быть у человека сейчас? Че? Это че с было? Вопрос скорее риторический. Все, что вам нужно знать о Файнал Фэнтези, это японский РПГ с абсолютной силой аниме в каждом пикселе, там есть иррационально огромный меч и милые птички Чокоба. О последних и поговорим. Чокоба — это если бы курицы были крутыми. Они большие, милые, используются как лошади, являются талисманом Файнал Фэнтези, им посвящают музыку, мини-игры, квесты и даже отдельные игры. Они бывают разных цветов и оттенков, некоторые могут летать, некоторые могут плавать, и у них даже есть свой правитель. Жирный Чокоба. Вот это я понимаю политический строй. Все разновидности Чокоба невероятно милы, их обожают и ценят по всему миру. Кроме красных. Красный Чокоба-мудаки. Ты 25 раз... Под землю многорукой летающей ебатьки. Ты самый прокачанный аниме-парень, и можешь убивать богов палкой. Землют на гору... Не знаю. Ку-ка летающей ебаки. Ты самый прокачанный аниме-парень, и можешь убивать богов палкой. Ты смог вернуть консольные игры за 2000 рублей и сохранить равновесие в мире? Красным Чокоба плевать, они выбьют из тебя дерьмо, не слезая с насестра. Свою убийственную репутацию Красные Чокоба получили еще со времен Файнал Фэнтези Тактикс. В этой игре было масштабирование уровней, когда ты весь такой прокачанный попадал в сюжетную драку с курицами, у Красных Чокоба мог повыситься уровень до 99, и они бесконечно скидывали на тебя огромные огненные метеоры прямо из преисподней. Простите, что? Вот эта милая зараза нагибает спасителей вселенной? Именно так. Если ты увидел Красное оперение, ты мертв. Ты можешь даже вызвать голого мужика, взрывающего землю. Тебе это не сильно поможет. Красные Чокоба 99 уровня так сильно поразили нервную систему игроков, что даже разработчики не рискнули добавлять их в следующие части Файнал Фэнтези в качестве рядовых противников. Максимум, на который они решились, устрашающая пасхалка в 12 части, где Красный Чокоба 99 уровня появлялся с минимальным шансом и разносил метеорами всю вашу группу за считанные секунды. Но слов всегда возникают. В многопользовательской Файнал Фэнтези 14 с патчем 5.35 появились критические сражения. На карте появляются небольшие зоны с сильным противником, в которую перемещается определенное количество игроков. Две минуты подготовки, и вы либо ломаете монстру лицо, либо монстр ломает его вам. По сути, это мини-рейд, где есть только финальный босс подземелья. И если ваша команда слажена и знает, что делает, монстры не такие уж и сложные. Огромный механический скорпион, говнодемон, огромный бык, рогатая ерунда, это не проблема. Но стоит тебе увидеть курицу по имени Красная Комета, и ты обречен. Буквально за пару дней Красная Комета взорвала сообщество 14 финалки. Игроки делились скриншотами с кучей трупов вокруг Красного Чокоба. Даже с десяток прокачанных игроков для этой птицы была не проблема, она разносила их за считанные минуты. Ни один босс размером с Титаник не мог сравниться с убийственной мощью цыпленка. Если я не ошибаюсь, то Красная Комета это единственный босс от атак которого игроки буквально убегают. Если почитать интернет, то больше всего гайдов будет именно по Красной Комете. И неудивительно, что скоро милейшего Красного Чокоба начали сравнивать с кроликом из Монти Пайтон. Это буквально сейм энерджи. К слову, это не первый раз, когда Красный Чокоба терроризирует игроков в 14 финалке. Два года назад эта птица появилась в одном рейде, посвященному Final Fantasy XII, который создавал один из дизайнеров Final Fantasy Tactics. Тот самый дизайнер, который повинен в появлении Красных Чокоба 99 уровня. Так что вскоре игроки прозвали рейд Великой Резнёй Чокоба и кажется, комментарии тут излишни. Самое забавное, что по всей видимости Красная Комета так и останется у Бермашины Смерти Final Fantasy XIV. Разработчики не собираются нерфить птицу, несмотря на плач и мольбы сотен игроков. Капец. Если Красная Комета захочет, чтобы ты страдал, ты будешь страдать. Акты самосожжения. Геншин Импакт не на сиху. Это он сейчас будет рассказывать про то, как разработчики увеличили урон в мире от огня с травы. Ну там, типа, по этому... Я понял. Мир когда повышается и урон увеличивается от этого. Но давайте сегодня сделаем исключение и скажем, что китайская гача по определению ММО. Все потому, что в Геншин Импакт с очередным обновлением появилась забавная ошибка. Игроки случайно проводили акты самосожжения из-за травы. В игре есть куча персонажей, которые обладают силой определенных стихий. Воды, ветра, электричество и прочего. Комбинируя персонажей, вы можете получить связки, которые отлично работают в бою. Самое банальное намочить противников водой, а потом жахнуть их электричеством. И поскольку китайские разработчики вдохновляли зельдовской ботвой, то в Геншин Импакт стихии естественно влияют на окружение. Лужи электризуются, ветром можно сбивать объекты, а трава загорается. И вот горящая трава принесла игрокам множество проблем. Разработчики в недавнем обновлении... На самом деле там это по-моему не только с травой, а с электричеством в воде тоже работает. Хотя на самом деле когда это обновление вышло, я ни разу так не умер и не заметил этого урона. Может у меня уровень мира не сильно высокий. В обновлении решили замасштабировать экологический урон, дабы игроки чаще использовали окружение в схватках. Но все пошло не по плану. Персонажи, которые используют огненную стихию, конечно же поджигают все вокруг. Но если раньше на безобидные участки горящей травы никто не обращал внимания, то теперь горящая трава наносила сотни и даже тысячи единиц урона, просто сжигая персонажа заживо. Учитывая, что огненные персонажи такие как Делюк или Сян Лин являются популярными среди игроков, не мудрено, что акты самосожжения стали массовыми очень быстро. Казалось бы, ему не стоит и в горящей траве и все. Но тот же Делюк боец ближнего боя, удары которого забафаны огнем. Не попасть в костер просто невозможно. Большинство игроков, конечно, были недовольны новым экологическим уроном. Другие же, наоборот, увидели в этом потенциал для более сложных боев. Например, если Делюк попал в травяной костер, то другим персонажам Силой ветра можно затушить его и тем самым спасти мечника. Но... Он не прав. Персонаж Силой ветра, наоборот, разгонит этот огонь еще больше. Ну да. Может, нужно водой, наоборот? Нет? Или что там? Водой надо, да. Водой или льдом. Или крио. Вода, лед, или можно въебать электричеством, произойдет реакция и огонь потухнет. Да? Ну да. Да. В смысле, я зашел, когда, по сути, это пофиксили. Я в первые дни патча заходил. Если вы не видели то, что я на стриме заходил, не значит, что я не заходил. Поскольку такой, в кавычках, хардкор многие не оценили, ошибка вскоре была поправлена. Капсулеры спасают мир EF Online. Сегодня очень много ученых и докторов занимаются изучением ковида и созданием вакцины от этой заразы. Тестовые экземпляры препаратов уже есть и заявляются цифры в 97% эффективности. Но знали ли вы, что к созданию этих препаратов и к базе данных о ковиде частично приложили руки капсулеры EF Online. Разработчики ECCP уже давно запустили проект Discovery, где пилотам за определенную награду, конечно, предлагают помогать ученым по всему миру, дабы приблизить момент новых открытий и закрывать пробелы в знаниях. Например, в 2017 капсулерам предлагали найти новые экзопланеты, используя настоящие астрономические данные. Игроки наблюдали за кривыми светимости и искали там падение этой светимости, когда теоретическая планета проходит перед звездой. Результаты игроков помогли ученым собрать более точные данные и понять, не пропустили ли они еще какую-нибудь планету. Сегодня же игрокам в EF Online предложили рассматривать клетки и обозначать их скопления, просто обводя их в рамочку. Простая и на первый взгляд глупая задача на самом деле является проточной цитометрией и помогает ученым точно выделить основное скопление клеток и определить их жизнеустойчивость и количество. Поскольку данные собранные из проточного цитометра очень чувствительны и сложны, ни один компьютер не может точно обработать эти данные, а вот миллионы игроков EF Online получили почти 40 миллионов анализов и 500 тысяч из них уже обработанно и используются в настоящих исследованиях. Говорят, что точность анализа клеток у капсулеров близка к золотому стандарту, только игрокам еще нужно научиться работать с менее очевидными группами клеток. Помимо помощи ученым, игроки получают внутриигровую валюту и прочие плюшки, поэтому процесс поиска клеток не только полезный, но еще и приятный. Так что если в ближайшее время появится запатентованное средство от ковида, то вероятно к нему приложили руку игроки EF Online. Ван Батчман снова в деле. World of Warcraft. Уже знакомый нам экспериментатор Рекс Трой не собирается останавливаться. Он продолжает ломать World of Warcraft своими комбинациями. Которые там голые бегают. Да, да, да. Которые по всей видимости абсолютно бесчисленные. Например, недавно он наложил на себя эффекты от алхимии, расовый бонус, сущности, заклинания и прочие штуки и смог сделать умение вихрь клинков одним из самых имбовых в игре. Ведь благодаря всем эффектам это умение наносило на 2000% больше урона всем урокам. Охренеть. Умение длится всего 2,5 секунды, но поверьте, для любого существа или игрока эти 2 секунды будут последними. Также Рекс Трой максимально быстро проходит и боссов в одиночку. Про Гневиона я уже рассказывал, его Рекс Трой победил с одной тычки, а вот коллективный разум Рекс Трой убивал аж 14 минут. Хотя это настоящий рекорд. Благодаря тому, что Акир, хранитель роя, постоянно увеличивал скорость атаки своих многочисленных приспешников, Рекс Трой, играя за паладина, мог эффективно использовать классическую механику Вова. Каждое парирование паладина увеличивает его атаку на 50%. В итоге, отбив бесконечное количество атак, Рекс Трой умудрился набрать 23 миллиона урона, и коллективный разум никак не мог придумать способа своего выживания. Или вот Рекс Трой потратил всего 40 минут на Илгенота. И всего-то нужно было собрать предметы, увеличивающие скорость передвижения на 10%, чтобы уворачиваться от снарядов, и использовать забытый многими талант последний защитник, из-за чего враги во второй фазе чаще вызывали его щиты Мстителя и позволяли снизить входящий урон на 50%. На фоне Рекс Трой даже как-то становится жалко игрока под ником Мулини, который потратил целых 40 часов на попытке сделать соло-кил Илгенота в героическом режиме. Но в конечном счете ему это удалось. На Мулини было 8 эффектов порчи с третьим рангом универсальности и 480 уровень брони. На финальную попытку убить босса Мулини потратил больше трех часов. И возможно прямо сейчас Рекс Трой придумывает новую связку, чтобы за минуту убить босса в героическом режиме, на убийство которого уходят часы. И это не все истории из ММО, о которых я хотел бы вам рассказать. Можете присылать свои похождения в группу ВК, я с удовольствием их читаю. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и заходить в Дискорд канал. Там вас точно будут вербовать в партии и проводить виртуальные бухичи по поводу и без. И не забудьте рассказать обулджать своим друзьям. А у меня на этом все. Пис вам, люди. Пока. Забавно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok